Появляются новости о том, что Центробанки собираются принимать цифровые валюты. Если вы помните, это началось с Facebook Libra, насколько я помню, они были одними из первых. Они вышли с идеей сделать глобальную корзину цифровых валют, имея фонд в Швейцарии, и что эта глобальная корзина будет новой мировой валютой для взаимодействия с ней в интернете. Центробанки посмотрели на это и сказали, нет, вы не сделаете этого, так как это предусматривает пересмотр правил выпуска валют, и то, что вы хотите сделать, это просто стабильная монета, но которая выходит из-под нашего контроля. При этом они не упоминали биткоин здесь, но мы вернемся к этому позже. Проблема здесь в том, что если эта новая система будет принята, вам придется отдать свою свободу. Каждая транзакция, которую вы когда-либо делали или сделаете, будет записана. Не будет наличности, не будет возможно сдать чаевые садовнику. Они смогут собирать с вас налоги с каждой транзакции. Это, конечно, хорошо, что мы сможем избавиться от налогового управления и от всех агентов этой отрасли. Но поскольку это будет происходить напрямую, это хорошо. Но опять же, вы потеряете свободу рассчитываться анонимно, которую вам дают наличные деньги. У многих из нас по правде нет этой свободы. Давайте признаем это. Поведенческая экономика, мы видим расцвет Facebook и Google, они манипулируют нами весь день и всю ночь в своих коммерческих интересах и в интересах рекламодателей. И правительство, они делают то же самое. Они используют эту адаптированную поведенческую экономику и будут делать это больше и больше. И у нас нет в действительности особой анонимности от них. Так что у нас тут есть большие за и большие против. Но скоро это наступит и изменит весь мир. Проблема здесь в том, что если вы застряли в системе, из которой не выбраться, то как избежать других плохих результатов? Так что у нас нет способа предотвратить мысли о биткоине. Биткоин и золото предлагают нам спасательный плод. Способ выбраться из этой конкретной головоломки, где каждая транзакция может быть обложена налогом мгновенно, и у нас нет свободы. И опять же, это может быть очень хорошая система, то есть я может быть и не против нее, как смены режима. Итак, биткоин – это мой ответ. Я владею золотом, но у меня гораздо больше биткоина. Я думаю о биткоине на разных уровнях и не собираюсь сильно вдаваться в подробности сейчас. Просто скажу, что есть много разных причин, почему я думаю, что биткоин – это резервный актив и, возможно, наиболее нетронутый мировой резервный актив. Это единственные в мире сложные деньги, имеющие ограниченное предложение, поступление которого в итоге закончится. А спрос продолжает расти. И по мере того, как мир поворачивается к биткоину, его цена растет. Текущая капитализация 200 миллиардов – это просто шум сейчас. Это как одна акция S&P со средней капитализацией. Но я думаю, что биткоин обгонит золото в размере капитализации. У золота оно в районе 10-11 триллионов сейчас. Я думаю, биткоин будет оцениваться гораздо дороже через какое-то время. Это то, куда он направляется. Потому что в этом современном цифровом мире биткоин – это платежная система, которой мы все хотим. Но еще более важно – это средство сбережения, в котором мы нуждаемся. Так что центробанки завершат переход к новым платежным уровням, и это, возможно, конец стейблкоинов. Я думаю, что центробанки вытеснят их из этой системы. Но биткоин, как чистый резервный актив – это что-то другое. Это как обеспечение всей новой системы. Я думаю, правительства скоро начнут принимать его. Конечно, первыми не будут большие правительства. Но какие-то нации устанут от кризисов и просто примут биткоин как валюту. Начнут хранить в ней свои сбережения, как в более защитном активе. И это будут новые правила игры. Многие люди говорят мне, что правительству запретят биткоин. МВФ, Банк международных расчетов – все они захотят избавиться от него. Но если они не парятся на 200 миллиардах долларов, то ударьте меня по плечу, когда мы будем на 10 триллионах, и поговорим об этом снова. Так что у нас еще огромный потенциал для роста перед тем, как нам нужно будет начинать о чем-то беспокоиться. Возможно, они все же попробуют это сделать. Они уже пытались запретить золото, но оно работает уже в шестое тысячелетие, как валюта. А в этом поле распределенного реестра, которым владеют все вместе, а не кто-то отдельный, у них нет шанса, кроме как отрубить весь интернет, чтобы избавиться от биткоина. Это невозможно. Это финансовый таракан, которого вы никогда не убьете. И как вы видите, есть сила, и то, что делает биткоин настолько невероятно сложным резервным активом. Так что я думаю, даже если они попробуют запретить биткоин, то в нашем мире арбитража и регуляции кто-то другой поддержит и разрешит использование. Такие страны, например, как Каймановы острова, где я живу. Я перебрался сюда, потому что знал, что так будет и куда катится мир. И принял волевое решение сменить юрисдикцию, где мне будет дана большая свобода, чем в других странах. Также я не плачу налоги здесь. Только за импортную пошлину, но никаких других форм налогов. Поэтому я стал резидентом и гражданином этого государства. Это прекрасная вещь. Кайман – классное место, здесь очень недорогие цены для жизни, и это выход. И я сомневаюсь, что они здесь будут препятствовать интеграции биткоина. Им просто нужна инфраструктура для его использования. Конечно, регуляторы во главе с МВФ могут попытаться их остановить. Но кто-то обязательно разрешит. И капитал найдет дорогу. Он всегда ее находит. Так что я не обеспокоен этим и думаю, что это как раз та история, где биткоин может стоить миллион баксов. Миллион баксов.